Именно эти люди достойны попасть в ту модификацию, которую ждали абсолютно все Увушечка, Титаник, СиДжейДок и сам легендарный Паша Гантман Вот это жёстко! Спасибо большое вам, друзья, за донатную поддержку, которую вы оказываете вне стримов Ещё раз спасибо Здравствуйте, с вами Спиктор И сегодня у нас с вами, я бы даже сказал, в какой-то степени перетест Потому что эту модификацию я когда-то снимал, но около года назад И, наконец, мне тут сообщили, что вышла финальная версия Кстати, первое, что меня напрягло, это если зайти в настройки графики Ну, да, здесь кардинально всё отличается от оригинальной Vice City Я не могу толком выбрать, что мне нужно Потому что, смотрите, на стрелочке, вы видите, как на стрелочке это работает? То есть, всё, ими пользоваться просто невозможно, тут надо колёсико постоянно крутить Давайте начнём новую игру Это у нас с вами RE-версия GTA Vice City И, соответственно, мы уже с вами здесь потихоньку начинаем Итак, помните вы или нет, но я делал обзор на такую штуку под названием GTA Vice City Big Mission Pack, который сделал Axireon И, вы видите, что? Вы видите скорость движения транспорта? Так, пожалуй, фреймлимитер надо всё-таки включить Встретите с незнакомцем вне аэропорта Сейчас у нас с вами задание Поэтому, друзья, прежде чем мы сделаем перетест уже финальной версии А я докажу вам в этом видосе, что действительно все фанаты достойны Поиграть в эту модификацию И она точно того стоит Не забывайте про лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал Если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно В том числе и по серии GTA И, конечно же, ссылка на скачку Big Mission Pack будет в описании Там же будет сразу запакованная версия самой GTA Vice City Чтобы вам не нужно было абсолютно ничего ставить За это Axireon еще больше респекта Итак, сейчас на задание встретиться вот с этим мужиком И он, соответственно, ведет нас в курс дела Добро пожаловать в Vice City Big Mission Pack А, чёрт, тут очень быстро Нужен ли небольшой тур по данному моду? Он бесплатный? Наверное, я всё-таки откажусь Да Если есть какие-то вопросы, найди меня здесь Я всегда буду в аэропорту Ты также можешь послать мне имейл на BigMissionPackSobakaGmail.com Удачи повеселиться в данной модификации Отлично И он просто исчез Окей Итак, друзья, что такое Big Mission Pack? Это у нас с вами огромный глобальный проект Который получил, как я уже сказал, последнее обновление В который было включено 130 новых, совершенно новых миссий для GTA Vice City Которые отчасти как влияют на сюжет Так и позволяют на какие-то спецслужбы На, возможно, вырезанных персонажей поработать Возможно, это будет вообще работа там на радиостанции На, я не знаю что, на рандомных пешеходов На персонажей, которые буквально в качестве камео появлялись Или на одну-две миссии В общем, как я говорил, обзор дел Может кто-то из вас это дело всё-таки помнит Сегодня мы пройдёмся по нескольким таким заданиям Сам, кстати, Vice City, как я понимаю, не претерпел особых именно изменений Плюсы миссии открываются по мере прохождения, соответственно, этой штуки Но просто вдумайтесь, их 130 То есть, если проходить их все У меня, наверное, год уйдёт на то, чтобы это дело закончить Но своя хардкорность здесь, конечно, присутствует Но перебора, насколько я понимаю, здесь нет То есть, модификация рассчитана именно на обычное получение удовольствия Смотрю, костюмы доступны уже с самого начала игры Но, допустим, ладно Значит, здесь у нас с вами есть сейв Сейв это потрясающе Так, стоп Сейв гейм Сохранить ли ваш текущий прогресс А, сохранить ли оружие, сохранить ли пилюли Ну да, здесь же есть ещё бонусы, точно Я напоминаю, надо будет показать И Небольшая менюшечка Это не просто дом, где ты можешь сохраняться Таких домов здесь достаточно много Там написано было воспользоваться телефоном Если хочешь посмотреть больше инфы по поводу этого всего Тут также есть мойки И, как видите, да, легенда у меня немного скачет Но, тем не менее, посмотрите просто, сколько маркеров с заданиями у нас присутствует Давайте выберем рандомное задание номер 1 С ложкой Wild Style Radio True Owner Залезай в машину Да, некоторые оружки и броня, конечно, здесь выдаются по стандарту Плюсом у нас У нас кто-то О, окей У нас сидят уже ребята внутри В общем, друзья мои С Big Mission Pack'ом реиграбельности просто в разы больше, чем в оригинальной GTA Vice City А порой этого очень сильно не хватает в подобного рода игры Хорошо в данных ситуациях Если вы полностью не сможете получить кайфа от этого мода Big Mission Pack Это всегда можно сделать на более крупном проекте Под названием NextRP NextRP это онлайн роллплей игра С огромным открытым миром и реальными российскими городами В ней ты можешь быть кем угодно От обыкновенного курьера, выполняющего мелкие поручения До настоящего босса мафии Организующим сеть бизнесов и зарабатывающим огромные бабки Количество ролей максимально разнообразное Дальнобойщики, фермеры, сотрудники спецслужб и многое другое В проекте можно сколотить собственную или присоединиться к готовой банде Дабы обзавестись хорошими знакомствами и получить массу удовольствия от кооперативных действий с другими ребятами Если конкуренты начнут давать отпор, то бегом исследовать огромный арсенал проекта Количество оружий точно поставит тебя в ступор от того, какое лучше и мощнее против неприятеля А число обвесов максимально подогнали под реалистичность для комфортной и интересной игры Тем более для любителей пострелушек на проекте проводят пвп турниры Скачивай NextRP по ссылке в описании А также вводи промокод для получения интересных бонусов для новичка Увидимся на NextRP А я так понимаю, вот эта надпись внизу, да, она будет теперь все время появляться здесь? Ладно, окей Значит, фабрика по производству мороженого Мне, кстати, брифинга никакого не дали И первое задание у нас проходит с ребятами Диаза При этом мы со стандартными чуваками с особняка, да, получается, здесь стоим Здесь какая-то сделка? Типа, это бизнес не для вас? Уходите отсюда, он говорит Томми говорит Кажется, я немного не так выразился Ну и, соответственно, здесь уже начинается само задание Ай, замечательно Что-то случилось внутри Ребята, займите, короче, оборону, говорит Ага, и здесь уже, ой И здесь уже хорошо, что мы не выдали броню Потому что, скажу вам честно Ребята шьют отлично Синхронизация с действительностью Я чувствую абсолютно каждое попадание, которое они делают по Томми в реале Ам, только вот Многовато их чуть-чуть не находите? Так, этого мы убиваем Там еще, кстати, вертолет, по-моему, прилетел И, блин, эти чуваки очень разговорчивые Я думал, я единственный здесь буду разговорчивый Ну, короче, первое задание мы условно сегодня выбрали Это спасти Черепоппер Вот, соответственно, ребят Диаза, которые решили зарекетировать это дело Брони мне хватает, в принципе Раз, два и три И дополнительно, я думаю, в магазинчик за какими-то боеприпасами мне идти не нужно будет Кстати, вертолет куда-то улетел Красиво снегался, красиво Базару ноль, брат Все, этого мы убиваем И сейчас он выкинет последнего Мы его также казним И, по идее, на этом миссия заканчивается, правильно? Возьми взрывчатку и уничтожь эти вены Немного, конечно, не понимаю, зачем вены уничтожать Но если так приказывают по сюжету, то окей Четыре заряда Господи, я помню, когда еще появился первый анонс данной модификации Это было в году двадцатом или двадцать первом? Но точно не помню, ребят, снимал я тогда эту штуку или же нет Не могу поверить, что Big Mission баг наконец дошел до своей финальной стадии разработки И формально все То есть, если и будут какие-то микро апдейты, то они уже будут незначительные Дополнительные миссии, конечно, выходить в этом плане не будут Вы что делаете? А, что происходит? Вернись в основной офис Зайди верни в основной офис Ice Cream Factory successfully captured Черт, отлично То есть, фабрика мороженого снова под Томми Версетти Теперь каждые сорок восемь часов будет генерироваться инком Он будет поступать на ваш банковский аккаунт И, соответственно, ваш менеджер из банка проинформирует вас об этом Да, то есть, есть здесь такая схема Теперь бабки накапливаются на условном вкладе у Томми Версетти в банке То есть, если вы, допустим, за него помрете Вы потеряете какую-то сумму Но при этом это, ну, знаешь, такой Как бы сказать правильно-то? Это, короче, кэш на черный день, условно То есть, да, если все будет крайне печально Если вам не захочется терять вот эти 116 тысяч Можно, кстати, часть также положить в банк А учитывая, что мы рядом находимся Давай даже это дело протестим Ты теряешь половину своего кэша, когда умираешь Вот в чем дело Чтобы сохранить деньги, положи их в банк Вот, друзья Поэтому такая теперь здесь схема На все 130 миссий, конечно, не напасешься броней и хпшкой Тебя здесь убить могут в любой момент Потому что баланс хоть и присутствует Ну, такой, знаете, периодический, я бы сказал Кстати, также банк можно ограбить Видите, там внутри есть пикапчики с деньгами И вам нужны, говорит, бомбы для того, чтобы ограбить это все дело Вот То есть, либо можем положить Либо можем, соответственно, ограбить Какие проблемы? Но тогда, звезд, мы просто не напасемся в этом случае Подойдем к банк-менеджеру Так, ага И, значит, в банке сейчас находится 15 тысяч И наши деньги это 117к Сколько положить в банк? Эм, ну, на самом деле Я не думаю, что буду, конечно, проходить ту модификацию там за кадром Но, допустим, просто покажу вам это дело Все Теперь мы выходим Деньги спасены И, соответственно, сколько у меня остается? 14 штук примерно Да, 14 штук ровно Далее напоминанка для тех, кто забыл Это инвентарь, Томми Естественно, так как 130 миссий Некоторые пикапы здесь зарандомлены Здесь мы можем снова взять информацию Вообще, ты можешь покупать спецпилюли, которые дают специальные эффекты Действуют они 36 часов или, ну, 36 минут реального времени Вот у этого мужика мы можем, да, закупиться Тут фармацевт у нас стоит Значит, First Aid Kit Это у нас хп-шка Повышает хп на 30 Повышает хп на 40 пилюля Это у нас арморчик повышает 25% шанс уклониться от пули Я не знаю, как он это вообще смог запрограммировать сюда Без понятия Это, как я понимаю, ты не будешь выдыхаться, да? В общем, друзья, это уже не просто Vice City Это уже самая настоящая песочница По-другому здесь сказать не могу Также можно, да, кататься на автобусе Это условные фаст-тревелы В общем, маркеров здесь будет куча Куча пикапов Главное просто всем этим разобраться И как хорошо, что автор модификации Все поставил вместе с специальной иконочкой С информацией, которую просто можно подобрать Так, сохраните первый слот Они, естественно, здесь все будут новые Индивидуальные для Big Mission Pack'а И возьмем следующую миссию Чисто, опять же, на пробу Итак, Waste the Wife Part 2 Одна из ваших целей миссис Доусон Выжила при том инциденте Вам, короче, снова нужна машина И некоторые предметы для того, чтобы добить ее Это, короче, отсылочка на вторую телефонную миссию Если вы не узнали Тем не менее Да, здесь этого будет очень много Считайте, куча референсов Куча условного продолжения сюжета В общем, все, что я и говорил до этого Так, у меня небольшой вопрос Я могу взять один из трех предметов Или что? Или... Так, погоди Это отвертка Ты взял отвертку Не потеряй ее Она понадобится позже Ну, конечно же, стройка Так, это что такое? Взрывчатка в одном из этих ящиков Тебе нужно что-то тяжелое Чтобы разломать эти коробки И достать эту взрывчатку Кошмар Спасибо, что он хотя бы указывает Что нужно делать Во многих ситуациях Я бы тут просто еще минут 10, наверное, сидел Так, берем, значит, багаж-хендлер Сейчас мы это дело спокойно раздавим Надеюсь, кстати, он хорошо здесь прописал уничтожение ящичков Ага Ну, просто небольшой разгончик, короче, надо брать А так ящики уничтожаются Да, и мы берем динамит Притом, кстати, замечу Нам никто абсолютно не помешал в этом плане Так, еще осталось третье Кстати, расскажу небольшую историю Недавно сидел в паблике ДТФ Вконтакте И там, короче, один чувак Упомянул в посте новом о GTA Vice City Конкретно не помню, что там именно постили Может, какой-то арт И там, короче, самый залайканный комментарий был от чувака про Big Mission Pack Типа, если вы хотите насладиться еще в iCity С дополнительным контентом Скачивайте и играйте в Big Mission Pack Признаюсь честно В основном, благодаря этой теме Я, конечно, и вспомнил про данную модификацию Но потом мне еще и дописали Что, наконец, эта штука получила финальный апдейт Как приятно, что такие модификации Глубоко в народ уходят все-таки, согласитесь Так, значит, смотрите Вот есть такой момент Я пока разговаривал Я упустил Какой третий предмет-то я взял? Какой третий предмет я взял? Вы-то вот видели на монтаже Я тоже увижу А я, к сожалению, не обратил уже на это внимание Меньше разговаривай Больше внимательности будет Так Миссис Доустон теперь живет в этом доме Ага И я смотрю, у нее хорошие там газонокосильщики Тебе нужно поставить взрывчатку на ее машину Чтобы сделать это Тебе нужно пройти мимо охраны и рабочих Типа в стелсе? Центральный вход мониторит Как его? Мониторит охрану Ну, это понятно Короче, доберись до ее тачки Поставь взрывчатку Но самое главное Следи за шкалой стелса За шкалой тревоги, вернее Но, видите, здесь, опять же Это вам не полноценная такая песочница Да, тут все равно маркеры присутствуют Поэтому они ведут В моем случае это хорошо Тебе нужен мотоцикл, чтобы перепрыгнуть через ограду В принципе, это был самый логичный способ Я тоже помню, что здесь есть трамплинчик Связанный с уникальным прыжком Здесь, кстати, еще гранатки дополнительно валяются Но ладно, я их брать не буду Надеюсь, не пригодятся Значит, будет тебе достаточно скорости Для того, чтобы перепрыгнуть в ее дворик Так, теперь мы делаем вот так И... Почти Почти Я, честно говоря, ну, скажу прямо Я зассал немножко В этом дворике еще крюгер есть Прикинь? Замечательно Мне кажется, это один из лучших двориков Биг Мишн Баки Который, в принципе, здесь может встретиться Ладно Сейчас, в общем, возьму скорость получше Притом еще на М9 Да М9, блин, понажимаю Сказал он В этот раз все должно получиться Правильно? Во Замечательно Все, спрыгиваем И теперь Подожди Поставить взрывчатку на одну из этих тачек Ага Вдумайтесь, друзья Мои стелс Да, стелс В GTA Vice City Где вы еще такое могли увидеть? Как не в Биг Мишн Баки, соответственно Так Ага Нас пока никто не палит Жмите L Shift Open the trunk А, то есть ты сам открываешь еще и багажник на левый shift Окей Так, взрывчатку Томми поставил Возьми лодку, которая тут находится неподалеку И, соответственно, сваливай отсюда Самое главное, что я все это до сих пор должен делать в стелсе Вот просто вдумайтесь, ребята И таких миссий 130 Индивидуальных для GTA Vice City Это просто песочница Это просто идеальная песочница Моментально хочется сыграть после этого И еще раз напомню, чувак гений Что как саму модификацию оставил, да, на мод ДБ Так и с GTA Vice City вместе Что я, соответственно, и сделал Хотя, как бы у меня есть несколько версий На которые я обычно все это дело привык ставить Ну да ладно Значит, вот у нас с вами та самая миссис Доусон Из второй телефонной миссии Где нужно было просто врезаться в ее тачку, да Блин, я оставил чашку с чаем Там далеко где-то Ну ладно, вставать не буду Пофиг Потерплю Хотел попить И, в общем, теперь мы можем посмотреть На увлекательную катсцену А что-то здесь не так Ну, конечно, что-то не так Она в этот раз выбрала другую машину В общем, что-то пошло не по плану, да, господин Томми Версетти Оставаясь близко с тачкой миссис Доусон Не подходи слишком Да, не подходи слишком близко Извините за тавтологию Ах Все это делалось зря, ребята Такое бывает А прикиньте, кстати, чувак на самом деле Настроил здесь небольшой процентный шанс На триггер первой или второй машины Окей, я даже не говорю про 50 на 50 Поэтому говорю небольшой То есть представьте, где-нибудь Там 10-ти процентный шанс Что затригерится именно та машина Которую ты по факту ломаешь Куда она, куда она ранчер повезла, вы видели? Ужас какой-то Обидно, кстати, что нет никакой шкалы Типа с этого спукометра, помните, да? А, это достаточно печально Но тем не менее, ладно Проследим за ней до самого конца А там уже посмотрим Достаточно длинное задание Это правда То есть если провалишь без контрольных точек Потом придется проходить это все еще раз И, кстати, смотрю, все равно Время в готовой сети идет быстрее Несмотря на то, что у меня как бы 30 кадров залочено Может быть вы этого не увидите О, это отель Ocean View У меня, короче, время здесь идет не Секунда-минута, да? По игровому А где-то секунда и Я не знаю Минутки три игрового Идите в отель Прямо за ней А, нет, подожди Тут есть чекпоинты Я вам наврал, извините Есть чекпоинты Вверху слева на экране Только что увидел Так, спросите на ресепшене Куда она пошла Я ищу женщину, которая только что вошла в отель Он говорит Второй этаж Последняя комната налево Окей, ну все Сейчас будет расправа, короче говоря Опа-на Это еще кто? Эй, это тот чувак Которого видели на камерах Там, да, текст был О, бог ты Мой Ну, нормально Идите, найдите Говорит миссис Доусон Пошел Ай-яй Господи, это Это ужасно 20 хп Оно, кстати, еще самовосстанавливается здесь Серьезно? То есть у меня сейчас просто до тридцатки Да, но смотри-ка Тут авторегенерация даже небольшая есть Кстати, ребята, уровня сложности не было Я не мог ничего выставить Поэтому на этот счет не парьтесь Ну, в общем, по выстрелам можем буквально понимать Где тут охрана, да Сколько их вообще и так далее 3-4 хп Кошмар Да, просадили они меня здесь знатно Здорово Но ты один из последних Ты в курсе? Здесь хп-шка еще стоит Отлично Великолепно Миссис Доусон Эй, кто ты такой? Я вызываю полицию Все Не успела Блин Успела Надеюсь, Томми А, он, наверное, не успел выбежать, да? Или тут есть какой-то запасной выход, как считаешь? А, окно Балкон Так, Томми палит У нас тут проблемка небольшая В общем, отель окружен Выбирайтесь через окно в соседней комнате 10 из 10 Так И, ну, понятно, как сцены не будет, да? Но мы с вами выбираемся через провода, друзья мои Вот такое дело Так, иди через окно Господи ты, боже мой Ну, то есть тут просто коллизия прописана, поняли, да? Так, добираемся до следующей точки Теперь мы с вами Сзади кафешки вышли А, и все, в принципе, 18 тысяч Полиция же не увидела, кто там был, правильно? А все свидетели уже мертвы Хотя, технически, женщина на ресепшене это видела Но, ладно, неважно Теперь ты можешь принимать миссии от мистера Блэка по телефону Это отличный способ заработать денег И, в общем, обеспечить себя на будущее Слушайте, ребят, это была достаточно длинная миссия, скажу вам честно Но это было круто Это было круто Песочница действительно показывает, что она того стоит Давайте сохранимся В этот раз в слот номер 2, например Я не знаю Давайте еще одну миссию пройдем Почему бы и нет? Сегодня мало я показывал по миссиям-то в целом Big Bang Threat Миссия следующая называется Тебе нужно встретиться с хакером, который поможет тебе украсть танк у армии Потрясающе То есть, если и можно было бы выполнить какое-то финальное задание для обзора Самого крупного мода на Vice City в этом году То есть, имеется в виду с финальным апдейтом, да? Который получил Это точно миссия с танком Великолепно Хорошая тема Надеюсь, не будет миссии с танком, как с GTA 2 Здорово! Я слышал, тебе нужно украсть кое-что потяжелее, да? Ну, условно говоря В общем, возьми вот это Это девайс, который хакнет любое транспортное средство, которое тебе необходимо Это я еще успел перевести Значит, давай по заборчику на ту сторону И, видимо, лодка, да? Понадобится Тебе нужно добраться до, в общем-то, военной базы Конкретно до топливного склада Или что-то в этом роде До топливной гавани Как-то так оно называется Опа-на! Это что такое? Это какие-то коллектаблы Я такое еще не встречал здесь Ну-ка, посмотрим Инвентарь Да блин, зачем мне опять знать, кто сделал этот мод? Я понимаю Я хочу увидеть, что это Не похоже, это что-то... Ну ладно, неважно Значит, армия находится у нас пока здесь Вот этот самый топливный склад условный А тебе нужно украсть именно танк Который, конечно же, за забором Эта кнопка откроет главные ворота Угу И спасибо за чекпоинт Потому что сейчас будет крайне больно Охраны много Спасибо, что у них, кстати, не М4 Как в оригинале Вайсити Здесь все-таки попроще это дело сделали Так, патроны забираем И... что еще? Может, какие-то бочки повзрывать можно было бы? Ладно А взаимодействуем, левый шифт Тут все через левый шифт почему-то, кстати, работает Интересная кнопочка Опа! Так, ты И вы Теперь, наверное, хакаться будет этот танк, да? И мне нужно будет держать оборону Здесь куча взрывчатки внутри, написано Один выстрел просто уничтожит всю локацию Сразу же Использую рукопашное оружие, чтобы убивать охранников Ты уверен? Эй, а ты кто такой, говорит? У меня есть крюгеры, кстати Один хэдшот и вопрос не будет Сержант, закройте ворота У нас тут, походу... Да, у нас тут, походу, засада организовалась Замечательно Ну, кто мог подумать, что будет по-другому, правильно? Бедный Тоби Версетти Ну, ладно Убейте рабочих, не используйте... Ладно, ладно, ладно Только потому, что вы просите Я не буду использовать Черт, мне звонит кто-то... Equip the phone and select Я не могу взять трубку, извините Сейчас пока не до этого Значит, установите хак-девайс сюда Ага Готово То есть я говорю, ребят, посмотрите просто сколько возможностей Я показал вам сегодня только три миссии Вы просто вдумайтесь, сколько по часам Можно будет зависнуть здесь В этой модификации в целом Ладно, смотрите Устройство достаточно слабо хакает Ну, потому что от сигнала зависит Еще что-то В общем, постарайся просто продержаться Да, пока этот хак идет Убивайте охранников А, теперь нужно ключ-карту добыть Оу И еще и у щелов Также рукопашка Ааа Спасибо Что хоть регенерация здоровья есть И на то спасибо Да, в Готово Сити есть прекрасная тактика Ты просто зажимаешь ЛКМ И вот таким образом Гасишь их всех У них тут биты Есть какие-то чуваки Да, тоже с этими С оружиями Холодными Так, надо было убить особенного Вот, с ключ-картой, правильно? Так, теперь у тебя есть ключ-карта И можешь, соответственно Продолжить свое деяние Интересное задание Вроде в замкнутом пространстве А на самом деле Столько возможностей Столько всего интересного Опа У этого чувака огнемет Держись от него подальше Написано Эм Что? Так, подожди Ну, типа, окей Я пройду тут То есть он просто будет стоять И наводить на меня огнемет? Серьезно? Ну, так крайне тупо Братан Спокойно, опусти эту штуку Мы здесь просто за развлечениями Пока что пришли Ничего такого постыдного Так, ладно Добиваем вот этого Я, кстати, не замечу Чтобы у них броня или ХП Были больше нормы Ну, чем в оригинале, естественно Поставь радиотрансмиттер А, я на крышу, типа, выпал Опа Пацаны, вы что? Успокойтесь Сейчас полиция приедет Вы можете вести себя как-то аккуратно Так, теперь вернись обратно Через дверь Опа А это уже для внимательных Нычечка была И поставь хак-девайс Соответственно, на танк Уже Наконец-то Можно это сделать Чувака с огнеметом Мы игнорируем Так Есть И Есть сигнал Подожди немножко Томми говорит Все, заэскорти танк До Места назначения Есть проблема У меня мало ХП Притом, кстати Я как бы нахожусь на нем Да, но Я могу и слезать Скорее всего Но делать этого, конечно же А, конечно же мы будем Оставайся Что? Там Короче, отходить от него нельзя То есть, в теории Патроны мы можем брать Но, да Далеко отходить мы не можем Если в упор Приблизимся Нас сразу тэпнет Именно на башню танка Это Это круто Ой-ой Замечательно Пока, братаны Жесть, они еще и на крышах Короче Джонни, они везде Прикиньте, кстати Если этот чуваку сейчас помер Так, до свидания Да давай же Не знаю Вот здесь нужна была пилюля Чтобы уклоняться от пуль Я считаю Наконец-то в этом я выезжу Хоть какой-то смысл Так, мне нужна узишка Забираем Огнемет забираем Конечно же Все, ворота уничтожены О, твою мать Это была засада с огнеметом Три, два, один Огонь И даже кинематография Есть, друзья мои Индивидуальная Под каждое задание Я Я хрен за сколько По времени Он это Просто в теории Создавал даже О, там хп-шка была сбоку Броню увидел А хп-шку, к сожалению Все, друзья Отстроили, короче Фабрику После оригинала игры И вот так ее Легко просрали Все Готово Танк теперь где-то находится Percentage completed Плюс Подожди Если мы зайдем в статистику А, то статистика стандартная Как я понимаю С... А, не, подожди Рэмпэйджи 10 Пакетов 100 То есть тут получается Статистика тоже своя Под эту модификацию Да? Весьма интересно Честно говоря Вот к такому я точно Не был готов Теперь ты можешь находить Рандомные рэмпэйджи Которые разбросаны По городу Просто обращай Внимание И все Будь, короче, глазастым Будь внимательным Их всего 10 штук здесь Ну и, друзья мои Будем, наверное, потихоньку На этом закругляться Я был рад сделать Небольшой перетест Биг Мишн Пака Наконец, финальной версии Для GTA Vice City Настоящая песочница Настоящая просто Кладезь контента И это сейчас Действительно Глобальнейший мод Который есть На эту замечательную игру Который затянет вас Не на одну сотню часов Я даже думаю Если вы все-таки Хотите вернуться В оригинальной Vice City И еще немного Позаниматься Какими-то делами Тут у нас с вами Недвижимость за 25 тысяч Которую можно купить Здесь просто Сохраняться можно И спавнится Рандомная машина 2 из 15 Недвижимости Куплено Отлично Ну и, в принципе Percentage complete Да, сколько там Это, как я понимаю Короче, высвечивается Когда ты получаешь Именно каждый процент Полноценный Да, 2 процента То есть каждый процент Теперь отображается С вами был Спектр Надеюсь, вам понравился Такой переобзор Данной модификации Играйте в хорошие игры Играйте с хорошими модами Ссылочка в описании Скачивайте, играйте Если хотите посмотреть Первый обзор Оставлю его Также в конечных заставках Всем удачи Не болейте И пока Субтитры сделал DimaTorzok